Всем привет! Сегодня мы делаем упражнение 4.1.4. Это обзорное упражнение. И давайте сразу же приступим. И в этом упражнении вы видите, ну как можно использовать список контроля доступа ISL. Давайте начнем. Первое, что нужно сделать, это из командной строки пропинковать вот эти вот устройства. Открываем устройство PC1. Desktop. Terminal. OK. Ой, не терминал. Я не то за что. Командная строка. Вот. Пишем команду ping и пинкуем на устройство PC2. IP-адрес устройства у нас указан вот здесь. Только нам нужно копировать без маски под сети. Пинкуем из первого же пакета. У нас все окей. Пинкуем с этого же устройства, на устройство PC3. Пинг и пк3 у нас 168 до конца 10. Да. И этот пинг тоже успешен. Поскольку уровни моделей сайз первого по третьей полностью работают и настроены. И у нас нету сейчас настроенной штуки, которая будет фильтрировать, по сути, пинги между двумя локальными сетями. Дальше нам нужно с командной строки устройства PC4 пропинковать OSPK1 на PC4. Давайте скопируем IP-адрес PC4. Вот он. Он 168.30. 111.100. 168.30.12. Команда ping. Пингуем и ждем ответа от пинга. И также нужно будет пропинковать DNS-сервер. Только без слэша. И ждем, пока сработает наш пинг. И мы видим, что мы не смогли пропинговать на устройство 111.100.168.30.12 и на устройство DNS-сервер. Давайте посмотрим, почему. Для этого нам нужно попасть в режим симуляции. Вот наш режим. У нас появилось такое вот окошко, где мы сейчас будем смотреть, что у нас происходит во время пинга. Открываем устройство PC1. Пропингуем на устройство PC4. Нажмем кнопочку Capture Forward. И как вы можете видеть, у нас наш пакет двигается только по вот этой вот локальной сети и не выходит за ее рамки. И R1 никуда никого не пропускает. Потому что в нем настроен ASL. И запрещает любому пингу выход из интерфейса 0.0.0. Давайте удалим ASL и посмотрим, что будет в этом случае. Секунду. Давайте это сделаем. Я нашу задание. Вот. Открываем интерфейс S0.0.0. Режим реального времени. Откроем R1. Калочка. Секунду. Я где-то захожу. Бывает. Ауч. R1. Командная строка. Enable. Conf. Int. У нас все работает с портом Serial.000. Если мы наведем вот сюда, то будем это видеть. Вот Serial.000. Который как раз не выпускает за грани этой сети. Int. Serial.000. Готово. No. IP. Access. Group. 11. Out. Готово. Теперь давайте еще раз пропингуем. В режиме симуляции. Открываем Pk1. И давайте последний пинг. Кнопка Capture Forward. И мы видим, что наш пакет, вот этот вот, уже смог выйти за... Ну, дальше порта Serial.000. Он его пропустил. И мы смогли связаться с нашим DNS-сервером и с устройством Pk4. И смог получить от него ответ. Таким образом, у нас работает Access Control List. А на этом все. Думаю, всем пока.